я вас приветствую дорогие друзья и у вас алусти маз приятен так связь есть так 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 я вас приветствую дорогие друзья я вижу что многие уже подключились многие уже онлайн я хотел бы проинформировать бельчан о том что сегодня бельская комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудила проект решения об отмены об отмене ряда ограничений муниципе был введенной ранее национальной комиссии я высказывался высказывал свою точку зрения о том что чрезвычайное положение было введено не для того чтобы решить проблему с распространением к вида стране либо для того чтобы как-то ликвидировать последствия распространения к вида это было сугубо политическое решение для того чтобы перенести досрочные парламентские выборы многие решения не имеет никакой логики это также обсуждать со страна как например фитнес-залы работают а спортивные открытые площадки у нас есть спортивные коробки в бельцах есть бельский муниципальный стадион где люди бегают то есть спортом заниматься на открытом воздухе нельзя можно только в спортивных залах то есть фитнес-центрах то есть по ним их не работу никто не регламентировал никто не запрещал то есть на рынок можно заходить а в парках гулять нельзя запретили гулять даже в лесу хотя для многих людей которые на самом деле соблюдали все меры это касается преимущества пенсионера стране это единственная возможность подышать воздухом тем кто живут в квартирах именно в кишиневе бельцах и в других городах страны например мои родители это для них единственная возможность это не выезжают постоянно там гулять в лес в адул и воды в аргеевский район в другие места потому что там как бы нет вообще людей они как бы сами гуляют водитель их туда привозят и так далее значит понимаете то есть это ограничение который как бы не имеет никакой логики значит значит я вынес со своими коллегами бельцах на не решение на вынес значит проект решения об отмене следующих ограничений за что проголосовало большинство членов бельской муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации есть из всех кто участвовал сегодняшнем голосовании проект решения практически все проголосовали за и я хочу поблагодарить всех членов бельской муниципальной комиссии за логику поэтому коми бельская муниципальная комиссия номер значит диспозиция номер 3 от 3 апреля 2021 года постановила следующее мы разрешаем сегодняшнего дня так сейчас секундочку значит я прочитаю целиком решение комиссии потом я переведу на русский язык чтобы это все-таки прозвучал на государственном языке здесь комиссия пентру ситуации эксцепционаля муниципе лыбал диспозиция номер 3 дин дата дит 3 апреля доме душу он конферметатику артикулу до утверждой день лече номер до утверждой дошпибара доме патру привинд режиму стере диурдженцы де оседивши диразбой артикулу дойден хоториря парламентулы номеру патру и переправляем стереи дурдженцы пункталор шось шапте opt ш шну н.дин регуламенту комиссия пентру ситуации эксцепционаля р Republicаи Молдова апробат prin hotăрире гуверн lui numера 1340 бар лук муни ун дизпозиция ле комиссии пентру ситуацией эксцепционаля р Republicаи Молдова комиссии пентру ситуации эксцепционаля муниципе лыбал диспунет Прима. Се пермите циркулация шафляра персоанилор в спатии публичи, афлате в интравилану локалитетилор. Деще, мерзе ворба ди паркори, падури, теренури де жоаке, теренури спортиве, стадиоане, зоне де агримент, в группу не мое мари де три персоане. Куещепче, мембрилор унии, фамиле, руделе деграду, 1 и 2, 2. Купортария облигатуре, а мащтилор, каре требуе са окопере атат гуро, кат шінасу, ши, ку респектария облигатуре, а дистанція физича, дринте персоаниле минимум диаметру. 2. Презенца диспозиція интера вигуаре дин моменту емитири ши се публича пи пагина офчала Примарии Мунищепелуи Балтс. Деще, мерзе ворба ди фапту, ка астаз Комисия Мунищепала пи тра ситуація деорженца Мунищепелуи Балтс, а дичис ка оамнии пот се пламба в паркури, в падури, четоцении пот мерзе шафаче спорт пи теренуре спортиве каре са минажате пи териториу Мунищепелуи Балтс. Мунищепан ка стадиону Мунищепал, плюс, някартиери, няои джа ам инцепут са конструим кутии спортиве. Деорище, няко дата, репет, ну ете, ну воднищо логико, ка унии пот са меарга, ка унии пот са меарга, пла сала деспорт, ла фитнес, да ну пот фащи спорт и на аерлибер, фисть дакорд ка ну е ничо логико. Деци, мути цитатини ау опубликат сутии депозі, ка утролебузы плене в Мунищепел Чиунал, деци, на тролебуз поц мержи, на супермаркет поц мержи, на пиаца поц мержи, дар н паадвори НУ поц мержи. Деци, ете оа абирація. Ете клар пентру тоата лума как о частой дичизе, о фослатом припаде, гуверну Карелове Мастес. Это сегодня расстрельное правительство в отставке, да, поэтому как бы они приняли то, что попросила партия социалистов и партия Шора, потому что логики в этих ограничений нет. Поэтому, ребят, значит, еще раз, на самом деле нужно соблюдать дистанцию, собираться группами не более трех человек, и, пожалуйста, парки, леса, спортивные площадки, муниципальный стадион, значит, в вашем распоряжении. Потому что, плюс, очень важный момент, значит, мы сейчас обсуждаем с коллегами принятие еще одного очень важного решения. Значит, на днях президент Майя Сандус заявил о том, что Молдова получила 300 тысяч рапид-тестов для того, чтобы они начали распределяться по стране. Бельский центр муниципальных врачей, значит, получил 10 тысяч этих тестов, и что жители страны могут бесплатно приходить сдавать эти рапид-тесты. Но решение Министерства здравоохранения, что люди с явными симптомами на ковид должны приходить в центр семейных врачей, в который приходят люди с разными другими проблемами, они будут ставить под угрозы и врачей, и всех тех людей, которые там находятся по тем или иным проблемам. Значит, если, так как у нас, я об этом говорил несколько дней назад, 80% центров семейных врачей не имеют отдельных входов, помещений с отдельным входом, значит, ребята, да у нас будут, у нас появится 100 тысяч инфицированных, если люди с явными признаками ковида будут гулять по центру семейных врачей, искать кабинет, где нужно сдать тест, и контактировать с врачами, с людьми в коридоре и так далее. Поэтому, значит, следующее решение Бельской муниципальной комиссии по чрезвычайной ситуации, мы будем голосовать за то, чтобы привлечь МЧС, у них есть палатки, и перед центрами семейных врачей, перед каждым центром семейных врачей в Бельсах, установить эти палатки для того, чтобы люди с язнаками, признаками ковида не ходили по всему центру семейных врачей, искали кабинет, где сдать этот рапид-тест, а в отдельном месте на улице установим там обогреватель, я знаю, что у МЧС есть профессиональные палатки, и не будут под угрозой ни работники, врачи центра семейных врачей, не посетители, которых туда приходят каждый день сотни по каким-то другим проблемам. Я считаю, что Минздрав должен пересмотреть свой приказ, где они обязали все центры семейных врачей делать рапид-тесты в этих центрах семейных врачей, потому что они уложат просто одним ударом всех семейных врачей в стране, и десятки тысяч людей, которые ежедневно их посещают. Значит, вот примерно то, что я хотел вам озвучить. Сейчас я опубликую копию этого решения. Мы его разошлем всех СМИ. Значит, есть очень интересное дополнение к решению Национальной комиссии, когда они влияют в чрезвычайное положение. Так, где она? Значит, смотрите. Есть приложение номер 2 к распоряжению номер 1 от 1 апреля 2021 года. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Республике Молдова. Где пункт номер 3 пишет. Режим карантина в пределах административно-территориальной единицы первого уровня, в муниципе Белц, в муниципе Кишинел, Гагаузя, значит, устанавливается на основании распоряжения территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поэтому, раз мы можем как-то влиять на процессы, значит, мы должны влиять. Мы ни в коем случае не идем во вред врачей, бельчан, но, еще раз повторюсь, чрезвычайное положение с пробками по стране, с переполненным общественным транспортом и так далее, запретят людям ходить в лес на детские площадки, на спортивные площадки, на открытом воздухе, это просто какой-то, это просто какой-то, ну, как минимум, идиотизм. Вот, значит, также хотел вам сказать, что пока мы обсуждали проблемы, связанные с муниципием Белц, значит, мои источники в правоохранительных органах, значит, сообщили мне о том, что сегодня в 12 часов дня в Кишиневе на Малой Малине был похищен скандально известный судья Чаус. Это судья, которого Порошенко, будучи президентом Украины, отправил в Молдову к Плохотнюку, к своему партнеру. Значит, Чаус находился в Молдавии, про него было очень много разных репортажей, недавно было, в том числе, расследование РАС на эту тему, как он попал в Молдавию. Значит, в чем, что я узнал на данный момент, значит, он выходил с ребенком из какого-то фитнеса там или спортзала на Малой Малине в Кишиневе, значит, остановился автобус с вооруженными людьми, его запихали в этот автобус, значит, он был вместе с телохранителем, значит, телохранителя связали и бросили вместе с машиной, которая участвовала в похищении, значит, где-то в городе. Значит, Молданская полиция, исходя из того, что там допросили охранника, которого бросили, связанного в этом автобусе, значит, что похитители, значит, говорили на двух языках. Итак, значит, есть основания предполагать, что это операция, которую провела, значит, одна спецслужба Украины с участием одной спецслужб Молдавии. Ребят, алло, Чаус, я читал, что он коррупционер, что он был слугой Порошенко, плохиш его прядал в Молдавии и так далее. Но если на самом деле это все подтвердится, что спецслужбы двух стран участвовали в похищении человека и чуть позже выяснится, что его незаконно перевезли через границу или полузаконно, как это было с турецкими учителями, то, ребят, это очень серьезные вопросы вызывает к руководству нашей спецслужбы. Если они в этом участвовали, пусть объяснят на основании чего. Если они в этом не участвовали, например, молдавский СИП, то тогда зачем вообще тогда существует, когда спецслужба другой страны приезжает на нашу территорию, пусть даже коррупционера-преступника крадет и вывозит. Значит, у меня будет побольше, у меня будет больше информации, я думаю, к вечеру на эту тему. Ну, очень надеюсь, что молдавская сторона в этом не участвовала, и просто нужно проводить серьезное разбирательство, потому что, когда вооруженные люди похищают человека на глазах маленького ребенка, при вооруженном охраннике средь бела дня в Кишиневе... Алло, я не понял, что происходит? Это просто, ну, никак не вписывается. Вот, поэтому посмотрим, какая будет информация. Ну, я думаю, что должна выходить генеральная прокуратура, полиция. Но самое главное, служба информации безопасности. Сейчас важно понять, наши прикрывали эту операцию, или это на нашей территории заходит кто хочет, крадет кого хочет и вывозит. Вот, значит, ну, будем жить, будем посмотреть, как говорят, вот. Поэтому, значит, я вас всех обнимаю, вам хорошего дня, берегите себя и своих близких. Значит, буду держать вас в курсе о тех изменениях, которые будут у нас в муниципе БАЛС. Хотя, я думаю, что изменения нужно добиваться по всей стране. Совет ОЗИК от МАФРУМАСА, ПИТОЗВА КУПРИН, САЛУД.